Ассаляму алейкум и рахматуллах и баракатуллах, уважаемые братья и сёстры. По милости Всевышнего Аллаха, мы с вами собрались на этом межлисе, на межлисе Зикра Аллаха Аззаваджалла, где упоминаем Всевышнего Аллаха. По многочисленным просьбам братьев и сестёр мы опять возобновили вот эти прямые эфиры, которые были вместе в Рамадан. Если вы помните, кто был на этих уроках, вместе с Кураном в месяц Рамадан. И помилоси Аллаху, мы решили, посоветовались, что в неделю, наверное, два раза, может быть, в понедельник, в четверг, будем выставлять в сторис, когда будут у нас эти уроки по Тафсиру Аль-Курана. И хотели бы мы начать сегодняшний урок, сегодняшний Тафсир Мухтасар, краткий Тафсир, с последних сур Священного Курана, так как многие братья и сёстры читают в намазах вот эти последние суры из 30-го джуза Курана. Итак, мы, инша Аллах, помилоси Всевышнего Аллаха, будем передвигаться, потом 29-й джуз возьмём, 28-й, и постараемся, если Аллах даст нам, инша Аллах, такую возможность пройти весь Куран, вкратце Тафсир. Сегодня возьмём две суры, сура Аль-Фаляк и сурату Аль-Нас. 113-я сура Священного Курана, сура Аль-Фаляк, и 114-я сура, последняя сура Священного Курана, сура Аль-Нас. Мы знаем из шариата то, что Аллах, субханава та'аля, повелел верующим прибегать к Аллаху, субханава та'аля, за защитой, за защитой от шайтана, из людей и от шайтана, из джинов. Также прибегать к Аллаху, субханава та'аля, к защите Аллаху, субханава та'аля, от всего плохого. Если посмотреть в Куран, в аяте Священного Курана, когда Фераун сказал, То есть, дайте мне убить Мусу, Моисея, пусть просит помощи у своего Господа, у Аллаху, субханава та'аля. Как ответил на это Муса, алей-салям, он сказал, Я прибегаю за защитой, за защитой к вашему Господу и к моему Господу. То есть, к Аллаху, субханава та'аля, от каждого высокомерного, который не верит в день суда, в день расчета. То есть, Муса, алей-салям, прибежал за помощью к Аллаху, субханава та'аля, и обратился. Марьям, алей-салям, когда Джибраил, алей-салям, пришел ей в виде молодого человека, когда она увидела, сказала, То есть, я прибегаю к Аллаху от тебя, если ты богобоязнен. То есть, я прибегаю к Аллаху, субханава та'аля, за помощью. Я прибегаю к милости, по-другому Аллаху, за помощью. Я отдаляюсь от Тебя, прибегаю и прошу помощи Всевышнего Аллаха. Также Аллах обучил пророка Мухаммада, салаллаху, алейхи виселям, то есть Мухаммада, салаллаху, Аллаху, обучил в сурате и муэменун, сказал, о, скажи, я прибегаю от приказни, от нападения дьявола, шайтана, к тебе, о мой Господь, я прибегаю от тебя, дабы они приблизились. Отсюда мы понимаем то, что верующий человек, му'мин, он прибегает за защитой ко Всевышнему Аллаху, и хотелось бы перед тем, как мы прочитаем эти суры, возьмем тавсир этих двух сур, их он называет му'аву и датан, две суры прибегающие. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал ма мин хайрин, то есть нету более лучше, более достойных таких дуа и сур, прибегать к Аллаху за защитой и обращаться с просьбой, чем эти две суры, сура Аль-Фаляк и сура Тин-Назь. Также от имамы Тирмиди приводят, от Абиса Айдил-Худри, то что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, всегда прибегал к Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, за защитой от дьяволов людей и от дьяволов джиннов. И когда Аллах не спослал эти две суры, суры Аль-Фаляк у Аль-Назь, он только их читал, перед сном их читал, ночью читал, постоянно читал эти две суры, и через эти суры приближался к Аллаху, субханаму ате-Аля. Перед тем, как мы возьмем тафсир этих сур, уважаемые братья и сестры, хотелось бы пояснить некоторые вещи. В первую очередь, бывает такое часто, когда человек, внутри у него бывают такие некие мысли, то что шайтан меня сбил, шайтан меня попутал, во мне, наверное, джинн селился, и так далее. И он полностью думает об этом, о шайтане, думает об этой проблеме. Но однако лекарство от этого и ключ от этих болезней, мы не должны задумываться много от шайтана. Почему? Потому что шайтан, он пытается сбить человека от чего? От поминания Всевышнего Аллаха, субханаму ате-Аля. Аллах, субханаму ате-Аля, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и вассалям, не повелел нам просыпаться утром и проклинать шайтана. Нет. А потому что он обучил нас просыпаться утром и прибегать к Аллаху, субханаму ате-Аля, за защитой от шайтана. То есть больше поминать Аллаху, субханаму ате-Аля. Если объяснить простым языком, простыми словами, чем больше мы будем поминать Аллаха, субханаму ате-Аля, и надеяться, таваккуль делает на Всевышнего Аллаха, субханаму ате-Аля, полагаться на Аллаха, субханаму ате-Аля, тем самым наши сердца это как сосуды. Они должны быть чем-то заполнены. Или будут заполнены в думках о шайтане. И бывает такое, когда человек уже до того доходит то, что он ищет себе какого-то из людей и думает, что он ему поможет. Вот именно такой-то, такой-то шейх читает руку. И у него сердце привязывается не с Аллахом, субханаму ате-Аля. Он не думает то, что шифа от Аллаха, а он думает, что шифа от этого или того человека. И начинает привязывать свое сердце с тем или иным человеком. А что говорит Всевышний Аллах, субханаму ате-Аля, пророку Мухаммаду, салаллаху алейху асаляму? О, Мухаммад, объясни, скажи людям, то, что я даже самому себе не могу не причинить ни вреда, ни пользы, если не пожелает Аллах, субханаму ате-Аля. То есть пророк Мухаммад, салаллаху алейху асаляму, даже будучи посланником Аллаха, без повеления Аллаха, субханаму ате-Аля, не мог причинить вреда и пользы даже самому себе. Поэтому верующий человек, он должен всегда связывать свое сердце со Всевышним Аллахом, субханаму ате-Аля. Больше поминать Всевышнего Аллаха, субханаму ате-Аля, если его сердце будет наполнено поминанием Аллаха, субханаму ате-Аля. Если он будет покорным Всевышним Аллаху, субханаму ате-Аля, его сердце переполнится любви по отношению ко Всевышнему Аллаху то вот эти все его шайтан, все нашептывания шайтана покидает его сердце. Но если он чем больше будет об этом думать, о шайтанах об этих проблемах, тем больше у него будет восвязь, нашептывание от шайтана. Иблис, когда Аллах самое злое, это что? Это Иблис. Самое великое злое это Иблис и его войско. А кто сотворил Иблиса? Аллах, Субханава Та'аля. Аллах, Субханава Та'аля, сотворил Иблиса. Поэтому мы должны просить помощи и защиту только у Аллаха, Субханава Та'аля, и полностью надеяться на Всевышнего Аллаха, Субханава Та'аля. Когда Аллах, Субханава Та'аля, сотворил Иблиса, знаете историю, Иблис от своего высокомерия не подчинился Всевышнему Аллаху, Субханава Та'аля, попросил у него о срочке, тогда что он сказал? Ла угуяннахум. То есть я их всех буду сбивать с твоего пути. То есть все твои рабы будут, я буду постоянно опытывать им, показывать плохой путь. То есть я буду стараться сбивать их до судного дня. И что он сказал? Кроме твоих рабов, мухлясын, искренних. То есть искренние рабы не смогут мне поддаться. Тогда Аллах, Субханава Та'аля, что ему сказал? То есть у тебя нет над ним власти. И Иблис сам в судный день скажет тому человеку Карин, то есть у каждого человека по крови идет Карин, то есть вот этот шайтан, который ему всегда нашептывает, старается его сбить. И когда он будет жаловаться, почему ты меня сбил, человек в судный день, он скажет у меня не было над тобой власти. Макен ли аликум мин султани, илля андаауту кум фаста жабтум ни. Фалата лумуни, валюму анфусакум. У меня не было над вами власти. Я вам приукрасил, пригласил греховному, греху, вы мне ответили. Вы сами ответили на мой призыв. Поэтому меня не обвиняйте. Иблис, шайтан скажет, меня не обвиняйте. Обвиняйте самих себя. Поэтому отсюда мы что понимаем, уважаемые братья и сестры? То, что у шайтана нету власти над набожным, над искренным, над искренным рабом Аллаха. Аллах сказал, То есть, именно султан, власть у шайтана, у того, кто дружит с шайтаном. А мои рабы, говорит Всевышний Аллах, которые набожные, мутякии, набожные, искренны, у тебя нету власти над ними. Скажи, я прибегаю к защите Господа Рассвета. Есть разногласия среди ученых. Что такое фалак? Более достоверное то, что фалак – это рассвет. Фалак – это рассвет. Аллах сказал, Аллах Субхану Ва Та'Аля раскрывает свет. Также Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля сказал, Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля разделяет, раскрывает зерно от косточки. Именно фалак – это разделение ночи от утра, когда поднимается солнце. То есть, Аллах Субхану Ва Та'Аля клянется и говорит, Скажи, я прибегаю к защите Господа Рассвета. Мин шарри ма халак – от зла того, что Он сотворил. То есть, отсюда мы понимаем, что Аллах Субхану Ва Та'Аля сотворил все. Сотворил все, но у человека есть выбор. Брать добро, идти по хорошему пути, или брать зло, идти по плохому пути. Почему Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля клянется здесь рассветом? Аллах Субхану Ва Та'Аля клянется, это как клятва здесь идет, Аллах клянется великими своими творениями. Поэтому Аллах Субхану Ва Та'Аля может клясться тем, чем он пожелает. А раб Аллаха, субханава та'аля, может клясться только Всевышним Аллахом, субханава та'аля. Клянется Аллаху, субханава та'аля, рассветом, потому что с рассвета, когда человек просыпается, посланник Аллаху, салаллаху алейкум, обучил нас дуа, которую мы должны с вами читать, чтобы прибегать к Аллаху, субханава та'аля, за защитой. Вот эти суры. Также дуа. Аудзу бикалиматиллахитамматминчаррима халак. Вот эти дуа, другие дуа, они помогают. То есть, человек, когда читает эти дуа, связывает свое сердце с Всевышним Аллахом, субханава та'аля. Как будто он говорит, мое утро началось, ты дал мне жизнь. Просыпается и говорит, Благодарим Аллаха, который оживил нас после того, как он мертвил. То есть, мы были мертвыми во сне, и к Аллаху, субханава та'аля, наше возвращение. Аллах, субханава та'аля, клянется утром, потому что после этого есть три зла. Аллах, субханава та'аля, говорит, Это три зла. То есть, прибегаю к Аллаху, субханава та'аля, прибегаю к защите Господа Рассвета, к Аллаху, от зла того, что он сотворил. И какие вот эти три зла, Аллах, субханава та'аля, объясняет в следующих аятах, в третьем, четвертом и пятом. От зла мрака, когда он наступает. То есть, имеется в виду, это когда наступает вечерняя молитва, когда солнце садится, наступает ночь. Обычно все грехи, если посмотреть, собираются, то шайтан более усердствует в это время, после Магриба. То есть, если посмотреть грехи, которые совершаются, преступления, которые совершаются, в основном они совершаются ночью. И шайтан больше, у него сильнее давление в это время. Поэтому нельзя, ученые говорят, решать какие-то серьезные вопросы после Магриба, какие-то разговоры провозить. Нужно их что днем, утром, также вечером, ночью, там дети не должны выходить на улицу гулять. То есть, ученые дают некие такие советы, потому что у шайтана давление более сильнее именно ночью. Это первое, то есть, когда наступает Магриб, тоже отсюда мы понимаем, у шайтана давление более сильнее. То есть, прибегаем к Аллаху, от зла мрака, от зла вот этого наступления вечерней молитвы, когда он наступает. То есть, после Магриба и до рассвета. Следующее зло, от зла колдуний, дающих на узлы. То есть, сихр, когда делают, это отдельная тема. Колдуны, они дуют на узлы и делают сихр. То есть, людям делают некие вот эти вот колдовства. Поэтому, здесь даже на это человек не должен обращать внимание, сделали меня сихр или нет. А что он должен? Привязывать сердце с Аллахом, полностью полагаться на Аллаху, и просить у него защиты от этого. Третье зло. От зла завистника, когда он завидует. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал. Поистине, зависть, оно аннулирует, сжигает благие дела, подобно тому, как сжигает огонь, дрова. Поэтому, верующий не должен быть завистником. Он не должен завидовать другому. Завидовать белой завистью можно в двух случаях. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал. Это чецу Кур'ана, который читает Кур'ан и обучает Кур'ан. И второе, это тому человеку, у которого есть богатство, и он расходует на пути Всевышнего Аллаха, субханаллаху ассаляму ассаляму, белая завистью, гыбза. Это не хасад, это гыбза. Ну, как завидовать? Аль-хамду лиллях, да, Аллаху ассаляму еще больше баракат. Дай ему благодать в этом. Дай ему баракат в его богатстве, ведь он расходует на пути Всевышнего Аллаха, субханаллаху ассаляму, помогает там, в тех иных ситуациях. Дай этому человеку еще больше знаний, чтобы он их давал на пути Аллаха, обучал. Вот так вот нужно завидовать. А черная зависть, когда человек смотрит, у него может быть у самого все это есть, он не действует этим. То есть есть богатство, есть имущество, он не расходует на пути Аллаха, и тем самым завидует еще другим людям. Почему? То есть это очень опасно. У меня есть, у меня только должно быть, вот у него не должно быть. Или если у него нету, он говорит, почему вот у него есть, а у меня нету. То есть вот эта вот зависть, вот эта хасад, это зло, как сказал Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля. И Аллах, Субхану Ва Та'Аля, нас учит в этой суре прибегать к Аллаху, Субхану Ва Та'Аля, от трех вот этих злых вещей. От зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний, дующих на узлы, и от зла завистника, когда он завидует. В следующей суре, Аллах, Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, сказал, Скажи, прибегаю к защите Господа людей, то есть Создателя людей. Нас с вами сотворил Аллах, Субхану Ва Та'Аля, из глины. Что такое глина? Это земля, вода, если вместе смешать, получается глина. Аллах сотворил нас с вами из чистой вещи. И опять же, когда мы берем омовение водой, если воды нет, берем землей, то есть мы, Аллах возвращает нас в этот момент на ту основу, из которой Он нас сотворил. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, нас сотворил. Коль ауды бираббин нас, прибегаю к защите Господа людей. Всех Аллах, Субхану Ва Та'Аля, сотворил, и верующего, и неверующего, белокожего, темнокожего, и такой нации. То есть Создатель один, и все мы рабы Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Поэтому самое лучшее, когда человек молится и просит у Аллаха, Субхану Ва Та'Аля, то, что он желает, для этой жизни, для вечной, всячески в земном поклоне сказать, «Я Рабби, аибадю кассивая кассир, у алейся ли раббун сивак». «О, мой Господь, помимо меня у Тебя много рабов, Ты всех сотворил, но у меня нету Господа помимо Тебя». И в этот момент приближаться к Аллаху, Субхану Ва Та'Аля, и просить, и просить прощения, и просить то, что мы желаем для этой жизни и для вечной. «Царя людей», то есть Аллах Субхану Ва Та'Аля, не только Создатель, Он Царь людей, то есть мы принадлежим Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Каждое наше движение принадлежит Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Он нами управляет. То есть мы принадлежим Аллаху, мы самим себе не принадлежим, мы Аллаху принадлежим. Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Это опять же дуа, когда человек умирает, говорят, то есть если человек даже покинул этот мир, он принадлежит Аллаху, и к Нему он вернется. «Иляхин нас» – Бога людей. «Илях» – это именно тот, кто достоин, чтобы Ему поклонялись. То есть здесь Аллах Субхану Ва Та'Аля описал Его сифаты, Его атрибуты. То есть Он Создатель, Ему мы принадлежим. «Иляхин нас» – и только Ему можно поклоняться. Он только достоин. «Маабуд бихақ» – то есть именно Ему можно только поклоняться. Когда человек, уважаемые братья и сестры, читает эти аяты, пусть будет в намазе, или отдельно сидит, задумывается, и читает эти аяты, он понимает величие Аллаха. То есть я принадлежу Аллаху, Аллах меня сотворил. Каждое действие принадлежит Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Я не могу себе причинить ни зла, не помогу себе причинить пользы. Риск мой у Аллаха, моя жизнь у Аллаха, мое здоровье, о Аллаха, танафус, вдох, выдох, принадлежит Аллаху, к Аллаху мое возвращение. И после этого «Иляхин нас» – только Ему можно поклоняться. Здесь Он своим сердцем возвеличивает Аллаха Субхану Ва Та'Аля. И понимает, как Он великий, и понимает то, что Аллах Субхану Ва Та'Аля может Ему помочь в той или иной ситуации. К чему прибегаем? В четвертом аяте. От зла искусителя, исчезающего при поминании Аллаха Субхану Ва Та'Аля. То есть, имейте в виду, Аллах Субхану Ва Та'Аля здесь пояснил, когда человек поминает много Аллаха, шайтан убегает. Шайтан боится. Аллах в Коране говорит, Поистине, козни сатаны, шайтаны, они слабые. Слабые. Это говорит о ком? О Иблисе. А что говорить о других шайтанах? Ну, когда будет кейду шайтан дайф? Когда будет вот эта кознь искушения шайтана? Когда будет оно слабым? Если тот, который прибегает к Аллаху, раб Аллаха, он друг, приближенный Всевышним Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, Кто такие Аулия? Кто такие приближенные люди Аллаха? Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит в Коране, Всевышний говорит, да, Аулия Аллаха, приближенные люди Аллаха, друзья Аллаха, они не должны ничего бояться. У них нет страха и у них нет печали. И потом Аллах описывает, кто же они? Это те, которые уверовали в Аллаха и были набожными, богобоязненными. Уверовали не только на словах. Многие могут говорить, я верю в Бога, я верю в Аллаха, но их деяния должны подтверждать их веру. Молятся, постятся, уплачивают закат, полагаются на Аллаха Субхану Ва Та'Аля, делают благие дела. И были набожными, богобоязненными. Богобоязненность, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, три раза указал на сердце и сказал, богобоязненность, она здесь, богобоязненность, она здесь, богобоязненность, она здесь, в сердце. Богобоязненность, когда человек отдаляется запретного, старается по мере возможности оставлять харам и выполняет все приказы Аллаху Субхану Ва Та Аля. Богобоязненный – это тот человек, приближенный к Аллаху Субхану Ва Та Аля, это тот, который не меняет Аллаха Субхану Ва Та Аля на что-то другое. Это тот, в чем сердце Аллаха Субхану Ва Та Аля выше всех и вся. Поэтому, когда будет Аллах Субхану Ва Та Аля в сердцах великим, в наших сердцах, если мы утром просыпаемся, уважаемый брат и сестра, утром мы просыпаемся, в наших сердцах не должен быть ни яд, не должно быть намерение, как сегодня ослушаться Аллаха, нет. А в наших сердцах должно быть намерение, как сегодня заслужить довольствие Аллаха. Как сегодня сделать так, чтобы Аллах Субхану Ва Та Аля посмотрел на меня взглядом довольствия и был доволен мной. И также, когда Когда ложишься спать, ни в коем случае не делай в сердце намерения, как мне завтра проснуться и грешить. Если ты умрешь на этом, воскреснешь на этом перед Аллахом. Сделай намерение ночью, когда ложишься спать, как мне завтра проснуться и сделай так, чтобы Аллах был доволен Ноя. Но если в течение дня шайтан сделал его связь, нашептал что-то, потому что в таком случае у шайтана нет власти над рабом Аллаху. В таком случае у шайтана нет власти над рабом Аллаху, только остается васьвась, нашептывание. И основное, что нашептывает шайтан, две вещи. Страсти и сомнения. Поэтому верующий не живет, не идет на поводу своих страстей, а он держит крепко свой нафс. И он, его разум подчиняется, разум, а разум подчиняется сердце Курану и сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям. Поэтому Аллах в Куране сказал Ни в коем случае не следуй своим страстям. Почему? Потому что страсти собьют тебя с пути Аллаха. А тот, кто сбился с пути Аллаха, его ждет болезненное наказание за то, что он забыл о дне, когда он встретится с Аллахом, когда Аллах будет спрашивать с него. Также шайтан нашептывает сомнение. Аллах сказал Если шайтан нашептал вам сомнение, то прибегайте к Аллаху. То есть опять же защита у Всевышнего Аллаха. Поэтому, в Аллахе, если человек будет таким и свое сердце привязывается к Аллаху, то по милости Аллаха, Аллах отдалит его от греховного. В Аллахе, если два человека идут, один хочет совершить какой-то грех, второй вместе с ним. Например, возьмем грех прелюбодействия, зина. И они вдвоем идут, если у него сердце, у него в нее это не было, совершать это. И он не любит этот грех. Аль-хамду лиллях, Аллах, Субхану Алина, нас с вами спас от любви по отношению к греху. В детстве или в сегодняшнем возрасте. Поэтому, если человек идет набожный, с грешником, и тот его провоцирует, призывает к греховному, что-то такое случится. По милости Аллаха, Субхану Алина, аль-бисариратин сабакат. Может быть, что-то он сделал такое раньше, скрыто перед Аллахом, Субхану Алина, за что Аллах полюбил его и возвеличил его, он не сделает этот грех. Что-то случится, или даже если это смерть разделить между ними, между грехом, это от милости Аллаха по отношению к нему. От милости Аллаха по отношению к рабу. И в этот момент человек должен понимать и думать о двух вещах. Первое, когда человек отдаляется от греховного, в этот момент он должен что? Думать, что Аллах не нуждается в тебе. И Аллах не нуждается, дабы ты делал благие дела и оставлял грехи. Нет, Аллах не нуждается. И второе, то, что человек должен понимать. Если Аллах, Субхану Алина, направил тебя на поклонение Ему, это только по милости Аллаха. Это не по твоей заслуге, это по милости Аллаха. И если Аллах отдалил тебя от греха, по милости и по... Как бы Аллах, Субхану Алина, дает тебе подарок в этом. Аллах тебя поэтому отдалил от того или иного греха. Если вот это мы будем с вами понимать, то, иншай Аллах, в этот момент, кейду шайтан, именно козни шайтана, сатаны, перед рабом Аллаха будут слабыми. Шайтан слабый, как говорится Вишня Аллах, Азла искусителя, исчежающего при поминании Аллаха. То есть он исчезает, он убегает, когда человек поминает Аллах, Субхану Алина. Шайтан боится и убегает. Поэтому человек, приближенный к Аллаху, он сильнее, чем любой шайтан. Он не должен бояться шайтана, он должен бояться Всевышнего Аллаха. Тот шайтан, тот дьявол, сатана, который наущает в груди людей, в сердца, нашептывает. То есть шайтан, он не берет человека, не тащит его за шкирку, идем грешить. Нет, он что? Нашептывает сердца. Поэтому бывает, когда человек думает, какой-то есть перед ним выбор. Например, он хочет помириться со своими родственниками, своими близкими. И шайтан в этот момент начинает ему ессвис, нашептывает сердца людей. То есть зачем тебе нужно? То есть он уже все идет там, например, наладить отношения с родственниками, и в этот момент шайтан, подожди, напоминает ему о том, что он делал. Такое плохое. И он вспоминает его плохие поступки и разворачивается и оставляет примирение. Вот от этого нужно беречь свои сердца. Уважаемые братья и сестры, милость Аллаха великая. Одна из милост Аллаха, это то, что у Аллаха есть занавес, который он скрывает грехи. Как один из салихин Аллаха в Коране говорит, «О, человек, что тебя подтолкнуло, дабы ты согрешил, дабы ты ослушался, заблудился по отношению к твоему великому Кариму, Господу к твоему, который, щедрому Господу. Почему ты ослушался его? Один из праведников сказал, «Если Аллах меня спросит в судный день, что тебя подтолкнуло, дабы заблудиться по отношению к Аллаху, я ему отвечу, «О, мой Господь, подтолкнуло на меня это твой занавес». То есть я знал, что ты скроешь мой грех. То есть ситр, ситр уллах рахмя. Занавес Аллах – это милость, когда Аллах скрывает грехи человека от других людей. Но однако, Аллах может скрыть один раз, два раза, три раза. Но когда человек начинает любить грех, и его сердце, душа требуют тот или иной грех, тогда у него на сердце ран, некая такая кожура, некий такой, через который уже все, не проходит туда иман, а покрылся его сердце греховным. Вот в этот момент Аллах, субханатаре, может убрать занавес. Поэтому мы должны беречь свое тело, беречь свой разум, беречь свои сердца, беречь то, что Аллах, субханатаре, дал нам на временное пользование своей тела, и в первую очередь сердца и душу по отношению к греховному. Мы должны не любить грех. Даже если человек грешил, он должен просить Аллаха, субханатаре, прощения. Но ни в коем случае не пропускать, не делать так, чтобы шайтан сделал так, что нашептал нам сердца, человек полюбил тот или иной грех. Аууза билля. Поэтому мило с Аллахом великой, и мы должны прибегать к защите Всевышнего Аллаха, субханатаре. В последнем аяте Всевышний сказал, минальджиннати ваннас, от джинов и людей. То есть Аллах, субханатаре, пояснил, что шайтан бывает двух видов. Из джинов, и бывает из людей. Из джинов, когда внутри некие нашептывания. Из людей, это бывает, когда какой-то человек призывает другого на тот или иной грех, приукрашивает его, или говорит, давай один раз попробуй, один раз согреши, потом Аллах, субханатаре, простит. Поэтому, или бывает некий завистник, ты думаешь, что он близкий, твой брат, думаешь, что это близкий, твой человек, но однако он приблизился к тебе, дабы получить свою какую-то выгоду, и подтолкнуть тебя на тот или иное действие, которым недоволен Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля. Просим Аллаху, субханаху ва-та'аля, чтобы дан нам баракат из того, что мы услышали. Вот эти две суры, уважаемые братья и сестры, как пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салам, перед сном, и также читал сурат то есть вот эти две суры, через которые прибегал всегда Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, к защите, к Аллаху, субханаху ва-та'аля, читайте их перед сном, утром, днем, вечером, но читать нужно, уважаемые братья и сестры, не просто так, когда мы читаем и не понимаем, что мы читаем, а мы должны читать, понимая, то есть, возвеличивая Коран, возвеличивая слова Аллаха, субханаху ва-та'аля. Аллах в Коране описывает и говорит, Коран это лучше всего того, что вы соберете. Вот у каждого, у вас, большинство из вас есть машина, пускай возьмем, посмотрят сервисную книжку, я недавно смотрел, тысячи с лишним страниц, сервисная книжка, как эксплуатировать машину, как эксплуатировать автомобиль. Аллах, субханаху ва-та'аля, спасла нам 600 страниц, это программа нашей жизни, как эксплуатировать свою жизнь, как правильно жить, дабы быть счастливым в этой жизни и вечной. Прошу Аллаху субханаху ва-та'аля нам и вам баракат. Инша Аллах, следующий урок, следующий урок, я думаю, будет, наверное, в четверг. Мы, инша Аллаху субханаху ва-та'аля, сделаем афишу, выставим сторис. До новых встреч. Жизакам Аллахайр. وصل Аллаху аля, Наби-и-на-Мухаммад, во аля али-хи и сахбихи, ажма-ин. Саламу алейкум ва-рахматуллахи ва-баракатуху.